Полуостров Мангышлак Полуостров Мангышлак Крупное промышленное производство на Мангышлаке стало развиваться с началом строительства в 1959 году при Каспийского горно-металлургического комбината. Промышленность нуждалась в электрической и тепловой энергии, в питьевой и технической воде. Крайняя отдаленность полуострова Мангышлак от районов с достаточно развитой энергетической базой делала невозможным его снабжение электроэнергии путем строительства линий электропередач. Эту проблему надо было решать на месте. Энергетическое подразделение ПГМК на Мангышлаке было образовано в 1960 году после прибытия на полуостров первого энергопоезда. В 1962 году запущена дизельная электростанция, а в декабре того же года введены в строй первые турбоагрегаты и ныне действующий ТЭЦ-1. Однако электроснабжение быстро развивающейся промышленности региона было задачей далеко не единственной. Нужно было решить не менее важную задачу, которую никто в мире до этого в таких масштабах еще не решал. Обеспечить промышленность и население строящегося города хозяйственной и питьевой водой. В 1963 году были введены в эксплуатацию опытно-промышленная установка ОПИУ и станция приготовления питьевой воды СППВ. Вода питьевого качества приготовилась на станции путем смешивания дистиллята с минерализированной водой от природного месторождения Куюлус, расположенного в юго-западной части полуострова Мангышлак. Как самостоятельное предприятие, Мангистауский атомный энергокомбинат действует с 1 июля 1968 года, в полном объеме обеспечивая потребности Мангистаусской области и города Актау в электрической энергии, тепле и воде. С мая 2003 года комбинат становится дочерней компанией АО «НАК Казатом Пром», объединившей в Казахстане уранодобывающие и перерабатывающие предприятия. Новый этап в истории комбината, в том числе и благодаря инвестициям АО «НАК Казатом Пром», характеризуется модернизацией и обновлением оборудования, капитальным ремонтом производственных и административных зданий. Сегодня в составе комбината работают три электрических станции. ТЭЦ-1, снабжающая город электрической энергией и теплом, в настоящее время модернизируется. Реконструирован котел номер 5 с повышением его производительности на 20%. Достигнуто повышение уровней его взрыва и пожаробезопасности. Уменьшены в несколько раз вредные выбросы в атмосферу. ТЭЦ-2 вырабатывает тепловую и электрическую энергию для промышленных предприятий и населения области. Обеспечивает парам работу ЗПД, опресняющего морскую воду и производящего дистиллят. ТЭС, тепловая электростанция блочного типа с общей установленной мощностью 635 мегаватт, обеспечивает электрической энергией месторождение нефти и газа Мангистау. Смонтированы и успешно эксплуатируются линии электропередач, снабжающие электроэнергией месторождения Каражанбас, Каламкас, Бузачи и Узень. Кроме того, действуют транзитные линии, обеспечивающие связь энергосистемы Мангистау, Сатырау, Уральском и Единой энергосистемой России. ЗПД и ПТВС Завод приготовления дистиллята и промышленного тепловодоснабжения поэтапно введен в эксплуатацию в период с 1963 по 1990 годы. Производительность опреснительного комплекса составляет более 45 тысяч кубических метров дистиллята в сутки. Постоянно проводятся работы по совершенствованию технологии и оборудованию опреснительного комплекса. Уникальный опыт производства питьевой воды на Мангистауском атомном энергокомбинате доказал надежность применяемой технологии, основанной на фильтрационном методе глубокой очистки и обогащения дистиллята. Качество производимой воды соответствует всем нормам государственного стандарта Республики Казахстан. Реакторная установка БН-350 Первый в мире опытно-промышленный реактор на быстрых нейтронах. Более четверти века надежно, стабильно и безопасно реактор работал в комплексе СТЭЦ и опреснительными установками, производя тепло, электрическую энергию и дистиллированную воду. И все эти годы проводились научные исследования и эксперименты, необходимые для создания реакторов на быстрых нейтронах большой мощности. В 1998 году в соответствии с постановлением правительства Казахстана реактор БН-350 был остановлен и начат процесс вывода из эксплуатации, обеспечивающий приведение реактора в ядерно, радиационно и пожаробезопасное состояние. В рамках программы «Первоочередные мероприятия по выводу из эксплуатации реактора БН-350» специалистами завода выполнен ряд уникальных операций. Из реактора выгружено ядерное топливо, которое было упаковано в специальные керметичные контейнеры, заполненные инертным газом, и размещено на временное хранение в бассейной выдержке. Теплоноситель первого контура очищен от цезия, что снизило активность натрия более чем в тысячу раз и позволило дренировать его в баке хранения. Успешная реализация этого проекта подтвердила правильность выбранных технологических решений и конструкторских разработок. Развернулись работы по проектированию, монтажу и строительству комплексов по переработке жидких и твердых радиоактивных отходов, накопленных за время эксплуатации БН-350. Все эти работы будут проведены без ущерба для окружающей среды и населения на высоком технологическом уровне. Ремонтный завод. Самое крупное подразделение комбината, выполняющее весь комплекс работ по техническому обслуживанию и капитальному ремонту всего оборудования комбината. Цех сетей и подстанций Цех сетей и подстанций – первое энергетическое подразделение на Мангышлаке. Оно было образовано в 1960 году после прибытия на полуостров первого энергопоезда. Основной задачей подразделения и тогда, и сегодня было бесперебойное и качественное снабжение всех потребителей электрической энергией. В 1979 году был введен в строй центральный распределительный пункт, который повысил надежность работы электрооборудования и обеспечил подключение новых объектов Мангистаусского территориального производственного комплекса. Расчетно-кассовый центр. Самостоятельное структурное подразделение ТОО «МАЭК Казатом Пром», которое осуществляет связь предприятия с потребителями. В функции РКЦ входит не только учет и контроль отпускаемых населению энергоресурсов, но и контроль за оборудованием и коммерческими приборами учета, за техническим состоянием и безопасностью эксплуатируемых потребителями энергосетей. Центр оснащен новейшей компьютерной техникой, позволяющей работать в режиме реального времени. Центр радиационных технологий и технической диагностики использует оборудование ведущих мировых фирм-производителей и сотрудничает со многими предприятиями Казахстана. Для обнаружения источников потерь энергии используется тепловой метод контроля. Еще один аспект деятельности центра – это обеспечение радиационной безопасности. Специалисты ТОО «МАЭК Казатом Пром» имеют большой практический опыт радиационной разведки зараженной местности и ликвидации последствий радиационных аварий. Сегодня энергокомбинат – единственное предприятие в республике, которое выпускает источники ионизирующих излучений. Центр также занимается транспортировкой изотопной продукции, ее монтажом, настройкой, наладкой и перезарядкой. Наряду с производственными объектами на комбинате растут и развиваются объекты социального назначения. С 1974 года на песчаном морском побережье работает база отдыха «Ивушка». В благоустроенном общежитии живут молодые рабочие и их семьи. С 1982 года работает спортивный комплекс «Орбита» с единственным в Казахстане бассейном с морской водой, крытыми теннисными кортами, волейбольным и тренажерным залами. Медицинское обслуживание работников комбината осуществляется в медико-санитарной части. Работают библиотеки художественной и технической литературы. Дети работников выезжают на летний отдых в оздоровительные лагеря. Сегодня ТО «МАЭК» Казатомпром надежно и бесперебойно снабжает население Актау и близлежащие населенные пункты, а также промышленные предприятия области, питьевой и хозяйственной водой, теплом и электроэнергией. Внедрена новая система работы с потребителями, улучшена тарифная политика, обновляется и модернизируется технологическое оборудование, своевременно и в полном объеме производится его ремонт. Благодаря современной корпоративной системе управления на предприятии отмечается интенсивный экономический рост, создаются новые рабочие места, эффективно решаются социальные проблемы. Соответствующие службы комбината ведут постоянный мониторинг влияния деятельности комбината на состояние окружающей среды. Деятельность комбината обеспечена наличием всех необходимых лицензий на его производство. Персонал имеет высокий уровень квалификации и знаний, позволяющий надежно и безаварийно эксплуатировать и производить необходимые ремонты энергетического и прочего оборудования объектов комбината. ТО «МАЭК Казатомпром» занимает одну из лидирующих позиций на рынке электроэнергетики Казахстана и играет ключевую роль в развитии экономики Мангистауской области. МАЭК Казатомпром. Сердце Мангистау. МАЭК Казатомпром. Сердце Мангистау. Редактор субтитров Н.Аго. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова